Давайте здесь посмотрим, каким он был, это тоже важное. Большинство здесь из вас тоже занимаются бизнесом, занимаются торговлей. Какие у него были справедливые качества как бизнесмена, как именно вот этого бизнесмена, как он справедливо себя вел в отношении торговли. Он также был еще очень таким примером для подражания в торговле. Днем постился, ночью молился. Некоторые говорили, что он похож в своей торговле, как похож на Абу Бакаров Саддиг. То есть у него такие же качества были. Вот одна из историй с одной женщиной. Пришла к нему женщина, чтобы продать ему шелковое платье. Тогда Абу Ханифи сказал, «Почем ты мне его продашь?» Она сказала, «Сто диргамов». Абу Ханифи посмотрел и сказал, потрогал. «Я смотрю, что это дороже, чем сто». «Почем?» И она начала добавлять. Сто, сто, сто. Дошли до четыреста. Абу Ханифи сказал, «Это дороже, чем четыреста». Тогда она сказала, «Ты надо мной издеваешься». Тогда он сказал, «Приведи мужчину». Я с ним поговорю. Пришел мужчина, принес это платье от этой женщины и он купил у него это платье за пятьсот диргамов. Такой был справедливый Абу Ханифи. Также один из его компаньонов, который с ним вместе работал, звали его Хафз бин Абдуррахман. Он отправил его в один город, чтобы он продал материал. И указал ему, был некий изъян в этом материале. Он сказал, «Когда ты будешь продавать, скажи это, не скрывай». То есть скажи покупателю, что здесь-то есть такой-то изъян, чтобы он знал. На сегодняшний день бывает такое, что мусульманину продает машину, например. Он знает, что там что-то есть, там не работает, он уже там сколько в него вложился, чтобы лишь бы продать. Все нормально, не бито, не крашено. Это тот ему верит, не проверяет. Брат уже вроде бы. И вот так вот попадает. Потом друг друга проклинают, клянутся Аллахом. Посмотрите, какой был Абу Ханифи. Скажи ему, что там есть изъян. Его партнер Хафз бин Абдуррахман забыл об этом. Пришел, принес деньги. Он говорит, рассказал, что есть изъян. Я забыл. Посмотрите, Абу Ханифи, что сделал. Абу Ханифи взял эту всю прибыль от продажи и полностью раздал садака. Не взял себе харам ни одной копейки.